Канобу.ру представляет Издатели и разработчики часто пытаются привлечь внимание потенциальных покупателей Эффектными названиями своих проектов В нашем случае сложно придумать что-то более громкое, чем новый хит Говорят, как лодку назовешь, так она и поплывет Давайте посмотрим, не врет ли народная мудрость на этот раз Для начала все же проведем небольшой исторический экскурс В далеком 1997 году небольшая испанская студия Пендула Выпустила игру «Голливудские монстры» Где парочка корреспондентов, парень и девушка Расследовали темную историю, в которой был замешан один очень влиятельный кинопродюсер Так что новый хит — это некое возвращение к корням и переосмысление Давнего сюжета с учетом более современных технологий Если вы знакомы с предыдущей трилогией студии «Рануэй», то понимаете, что главные герои находятся в очень противоречивых отношениях И не привыкли действовать как команда Эта повесть стара как мир Дома вляпалась в неприятную историю, а мужчине волей-неволей приходится эту историю расхлебывать Что всегда удавалось Пендула, так это создание на редкость колоритных персонажей Наши подопечные — задира и любитель кулачных боев Дэн Мюррей И его очаровательная, но, увы, полоумная напарница Ли Салер Пожалуй, едва ли не единственные люди на этой фабрике уродцев Действие разворачивается в некой параллельной вселенной, где монстры и роботы сосуществуют с представителями рода человеческого Конечно, инородцев мало кто любит Чудовища снимаются в фильмах ужасов, а роботы служат дворецкими Здесь даже здороваются и прощаются по-особенному Невнятное «эо» означает «приветствие» Тропа сюжета извилиста и то и дело норовит навести на ложный след Завязка вроде бы логична Самоуверенная журналистка в погоне за сенсацией сунула нос куда не следовало И в результате напарник вынужден ее спасать Но не так все просто в этом странном мире Путешествия в пучину бессознательного Секс с ожившей мумией Телепортация Танцы с роботами Общение с мазохистами Прыжки с парашютом Далеко не полный перечень испытаний, через которые вам придется пройти вместе с героями К слову об испытаниях Загадки в игре зачастую несложные Разработчики решили отказаться от архаичной охоты за точками На поиске нужного предмета уйдет не больше пары секунд К тому же авторы предусмотрели несколько уровней сложности Для балбеса, труса и бывалого Легким нажатием кнопки все активные области подсвечиваются А если вы чувствуете, что кардинально застряли Стоит обратиться за помощью к таинственному конферансье Порой его намеки излишне тонкие Тем не менее они помогают направить течение мысли в нужное русло Единственный минус такой системы Сложность можно выбрать лишь в начале игры То есть если опытный приключенец застопорится на каком-нибудь задании Связанном, скажем, с египетской грамматикой Помощи от программы ждать не стоит Новый хит создан будто специально для ностальгирующих поклонников Старых, добрых квестов от LucasArts Милая трехмерная графика старательно маскируется под двухмерную рисовку Персонажи словаохотливые и постоянно отпускают шуточки Едкие комментарии Или невзначай делятся отрывками из своей биографии Место нашлось и так называемым пасхалкам Взять хотя бы некого Сандретти Однако старая школа местами отдает архаичностью Безусловно, свобода выбора уровня сложности И необходимое попустительство Если хочется привлечь новую, не столь искушенную аудиторию Но публика нынче требовательна к визуальному исполнению И насыщенности событий Понятно, что от жанра двухмерных приключений глупо требовать динамику GTA или God of War И все же длиннейшие беседы, которые сопровождаются тремя движениями рта и парой жестов Это невероятно скудно Герои передвигаются по плоскому фону словно роботы Хотя последние выглядят при этом куда живее Положение спасают лишь игровые ролики, которые смотрятся как заправский голливудский мультфильм Сюжету, на наш взгляд, не хватает интриги Несмотря на невероятные перипетии, желание узнать, что же будет дальше, кто виноват и что делать, не возникает Мотивация героев неубедительна, а интересные второстепенные персонажи появляются на пару сценок Дабы вновь кануть в небытие Но мы все равно благодарны этой уже немаленькой испанской студии за ее работу И новый хит действительно стоит того, чтобы пройти его до конца Ведь в финале нам раскрывают главную тайну Кем на самом деле является этот услужливый рассказчик Ведущий нас словно ориадна по нити витиеватого сюжета Субтитры создавал DimaTorzok